Желаю мира и приятного просмотра, с вами Эд Скоборовский и сегодня, друзья, вместе с Соней мы снимаем выпуск угадывания дешевой и дорогой еды. Каждый из нас уже сходил в супермаркет и купил пакет продуктов, в котором находятся дешевый продукт и дорогой продукт. И сейчас с закрытыми глазами мы будем угадывать их. Соня будет угадывать мои продукты, а я буду угадывать ее продукты. Так что, пишите комментарии, ставьте лайки и мы начинаем наш выпуск. Вот мои продукты, которые я купил, а Соня продукты в комнате. Всем привет. Надеюсь, что ты меня накормишь всем-то вкусным, а не каким-то астом. Чем? Чем, Соня? Вот здесь вот Соня будет угадывать, здесь будет дешевый, а здесь дорогой продукт. Сейчас мы позовем Соню и посмотрим, как она будет угадывать. Соня, садись, короче, и одевай маску. Одевай быстренько маску. Сейчас я тебе подставлю. Все, ничего не видно? Точно? Так, в общем, короче, выставляем. Вот одна тарелочка и вторая. Так, в общем, ну что? Как же твою? Чего? Сейчас я вам поближе подсуну. Вот так вот. Одна и вторая, да? Так, что мне надо угадать, что это вообще? Ну, вообще угадать, да. Воу. Ну что? Я угадала, что это. Плавленый сырок. Правильно? Правильно. Хорошо. Ты бы хоть порезал, как мне укусать. Ну так и кусай. Ну как, ну пусть. Нормальный на вкус. Приятный такой. Так, теперь я тут. Фу. Фу. Я поняла, где дешевый. Скорее всего, у него такой запах, такой противный. Вот такой приятный, сливочный сыр. А этот какой-то вонючий, а такой как будто оно испортилось. Блин, не знаю. И на вкус как какую-то пластмасску ем. И ты угадала? Консистенция у него как резина какая-то. Так. У этого мягкое, приятное. И по вкусу тоже я сразу чувствую, что это дорогое, а это дешевый. Я тебе лайк ставлю. Молодец. Так, ребят, теперь очередь Сережи для того, чтобы отгадывать продукты, которые купила я. И это у меня будет печенье такое вот с шоколадной крошкой Рошен. И печенье вот такое вот импортное какое-то, тоже с шоколадной крошкой. Разница в цене у них. Такое стоит гривен 18, а такое стоит около 40 гривен. Если взять по виду, то мне почему-то даже нравится вот это Рошен больше. Оно такое шоколадное. Как-то аппетит не смотрится, чем то, которое импортное, вот это подешевле. Но на вкус сейчас мы узнаем уже, как Сережа угадает. Сережа! Все, можно идти? Да, иди. Поченьки ждут. Итак, можно мне смотреть, не? Да, сейчас пока смотри. Можно смотреть, да? Хорошо, смотрю. Садиться, да? Да, ты садись и смотри там, где я стою. Так. Одевай маску, не подглядывай. Одевай вот так, да? Да, да, одевай. Все. А ну-ка, подожди. Так, все? Так, о, вообще ничего не видно. Не подглядываешь? Нет, ничего не видно вообще. Хорошо, значит. Так. Шар, ты меня там приготовила. Первую тарелочку. Ага. Так, 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 так. Мне уже интересно, что ты там приготовила мне? Вторая тарелочка. Ну, все, можешь пробовать. Можно, да? Да. Тарелочку или что? Ну, пробуй, пробуй. А, нет. Печенье. Круглая форма. Здесь тоже печенье. Печенье, да. Можно же пробовать? Да, конечно. Ну, это вкусная печенье. Вкусная? Угу. Угу. Ну, давай попробуй вторую. Угу. Слушай, это вкусная. Ну, они разные или нет? Такое-то какао, мне кажется. А, да. Или шоколад. А здесь? Блин, и здесь шоколад. Это реально сложно. Я в шоке. Ну, какая ты считаешь дороже, какая дешевле? Ну, пусть будет эта дороже. Угу. Значит, вот эта дорогая. Да. А та? Подожди, я еще раз попробую. Блин, я не знаю, они очень прикольные. И та и другая. Они точно в разной стоимости? Да. Мы же тебе одинаковые стоимости положим. Я не знаю, вот эта вот, наверное, дорогая. Эта дорогая? Да. А эта дешевая? Ну, открывай. Глаза? Да. Ну, вообще так и есть. Ты угадал. Слушай, они похожи. Ну, так, конечно. А ты гей. Печеньки прям реально похожи. Так вот эта дорогая? Эта дорогая, да. Правильно? Интуитивно ты угадал. Да. Интуитивно, чисто. Напад. Я немножко решил усложнить задачу. Таким вот образом. Сейчас посмотрим, угадает ли она. Где какие. А это? Вот эти. Ты не поставил? Идите сюда, я не поставил, я все спрятал. Так, сюда, да, смотрите туда. Сюда не стереть, а вот так садите. Садитесь, сидись. Тут, в принципе, спрятано, на всяком случае. Все, одевайте, да. Как думать, вкусненькое, чтобы? Я хочу в это верить. Да? Да. Ну, окей. Так, ладно. Так, вот одна тарелочка. Интересно, там видно? С вашей, это или нет? Я даже если бы захотела, я специально, ну, не открываю, ладно. А, да? Ну, чтобы интереснее было. Я понял. Так, ну, в общем, короче. Запашок уже такой пошел знакомый. Я даже не радиваю, что это дал. Так, ну. О, ну, понятно, я так и поняла, это чипсики. Да. Так, пробуй. Да, пробуйте. Такой вкус непонятный, с чем там паприка и вот это. Ну, что вы скажете? Однозначно, а вот эти дорогие. Как бы аппетитые. Он у них вкус понятный. Сразу такой вкус, типа зелень, лук или нет, или бекон. Ну, короче, если чипсинка такая тоненькая, ломается легко. А вот это именно такой, берешь чипс. Бекон говоришь? Ну, я не знаю. Тяжело понять. Ну, понятно. А вот эти мне больше понравились. Мне кажется, что вот это дорогие. У них какая-то форма поприятнее. Да? Чем у вот этих. Ну, я бы так не сказал, что поприятнее. Плотная. Плотная, да? Поплотнее, чем вот эти. Дорогие где? Вот. Правильно. Да? Да. Можно открывать? Открывайте, да. Это лейс? Это не лейс. Нет. Это принглс. Ой, принглс. Да. Ага, ну вот. Видите, я тебе даже задачу усложнил. Ты мне их поломал, и я начала сомневаться в этом, потому что по вкусу они похожи вот на принглс. И когда я взяла вот такую большую чипсинку, она вот эту форму имела принглса. Надо было поломать не все. Да. Потому что я подумала, а потом начала сомневаться, когда уже нащупала вот такие мелкие кусочки. А это что? А это дешевый бренд. Вот такая вот дешевая паприка. И то паприка, кстати, и то паприка. Кстати, а я подумала, что это лук и зелень на вкус. Но нет, это паприка. Видишь, как с закрытыми глазами меняются вкусовые рецепты. Но вот тут я вначале угадала, что паприка, правильно? Да. Потом начала уже сомневаться, потому что действительно, не зная, так сразу не поймешь. Ммм, вкусно. Так, ну что, у меня уже два очка. Да, молодец. Так, значит, смотрите, следующий продукт, который я буду давать пробовать Сереже, это сок. Я взяла два яблочных сока, это сок торговой марки Наш Сок, который подешевле, он стоит где-то в районе 7 гривен. И это сок Галиция, он стоит где-то около 10 гривен. Оба яблочных сока, но мы видим уже сразу разницу, что Галиция более такой желтый, светлый, а наш сок потемнее. Ну, Галиция вроде бы, насколько я слышала, считается более натуральными соками, чем наш сок. Точно не скажу, не знаю, но по стоимости он дороже. В общем, мы узнаем сейчас, как оценит этот сок Сережа, будем его звать. Сережа! Так, смотреть можно, нет? Ну, смотри аккуратненько. А, пройдем, я прям, вот так. Так, 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 маскируемся. Так, точно не видишь ничего? Ничего не вижу, подожди, да, еще хоть сяду. Так, Катюнька, аж тут, да, где-то бегает? Ну, бегает радужком, да. Так, ну все, вроде бы не видишь ничего. Бегает там. Так, все, готов? Да, сейчас закроем нормально, хорошо. Так, все, давайте. Все, сейчас. Так, аж страшно. Ой, ешь, это я в ухо по лесу мокро, это Кася меня плясала, пока я лежал там. Ну, бывает. Так, в общем, даже... Да. Ну все? Да. И так, можно подкрытаться. Угу. Так, 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 оп. Ага, есть, есть. Это два стакана, это какой-то напиток, наверное. Да, это... Какая-то вода. Как пахнет, приятно? Приятно, да. Яблоко, может? Угу. А ну-ка тут. Так, и тут яблоко. Что за подстало, да? Это, походу, сок. Угу. Ну, я еще не уверен, надо попробовать. Ммм, это вкусно. Это круто. Сок. Яблочный, по-иде. Вкусно? Угу. Это очень вкусно. Ну, мы ухо сейчас так попробуем. Ммм. Кислый. Да. Угу. Какой-то такой себе, кисловатый. Угу. Ну, так, ну, мне кажется, вот, дорогой. Это дорогой? Да. Не дешевый? А это дешевый. Угу. Правильно. Точно? Правильно? Смотри, подожди, это дорогой, вот это. Вот это дорогой? А дешевый? А вот это дешевый. И это неправильный. В смысле неправильный? Это не может быть. Вот это как-то покрасивее. Ну, да. Он просто более натуральный. А, поэтому он и кислый? Наверное, да. Они такой приятный. Ну, сладенький, да? Ну, да, потому что, наверное, химоза, да? Сахар, наверное, я даже не знаю. Ого, вот это ты меня подставила. Да. Короче, пошел я. Давай, давай. Буду думать лучше. Кася, за мной. Пошли. Кася, давай, быстренько. Значит, на этот раз я приготовила Сереже вот такую вот вкусняшку. Смотрите, это такие круассаны. Это круассан торговой марки Премия из Сирпо. Такой подешевле стоит гривен 7. И их же собственного производства круассан. Ну, они сами делают эту выпечку. Такой, смотрите, вообще красивый, красивый, воздушный круассан с шоколадом тоже. Только уже собственного производства. И стоит он гривен 16. Я думаю, что если Сережа начнет просто трогать эти круассаны, он сразу узнает, что этот дорогой по ощущениям, а этот более как бы дешевле. Поэтому я их возьму и порежу пополам. И дам ему только попробовать половинки. Сережа, выходи. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. С пятачком идем. Так. Таким, вот этим? Вот этим, да. С маленьким пятачиной. Так, сразу. Ой, и присажимся. Так, Косюньки где там? Косюня, ты тут? Ты будь тут рядом. Косюня внизу там стоит. Давай, охраняй меня. Так, ну что, готов? Конечно. Хорошо. Готов побеждать. Рыбать и метать. Так, нужно... Тарелочка. Так. Тарелочка. Не подожди. Даже говори, что это посудя. Ну, слушай. По-моему, это и так понятно. По звуку. Ну, по звуку, да. И вот так. Ну что, можешь приступать. Все можно начинать, да? И так. Так, тарелки. Это не глубокие тарелки. Это не глубокие тарелки. Это поменьше. Что такое? Что такое? Что оно такое? А, все. Я покажусь. Да, то есть это сладкие эти. Круассаны, мне кажется. Точно какие-то круассаны. Я еще не уверен. Надо пробовать. Да, это сладенькое. Ммм, ты мне же вкусно? Нет, да. А, ты молодец какой. Можно пробовать? Да, конечно. Так. Что там? Шоколад, походу. Такая круассана, определить, какой вкусный какой-нибудь. Все вкусные. Они все вкусные. Вот именно. Давай, попробуй. Слушай, ну вот это вот дорогой. Однозначно. Да? Это такой бюджетный, как я обычно покупаю. Ага. Потому что, эта начинка прям такая крутая. Вкусная? А вот тут? Ну, тут. Ага. А тут нет? Нет, тут тоже вкусно, но просто... Тут такой обычный, дешевенький. А это дорогой. Ага. Короче, это дешевый, а это дорогой. Ага, открывай. Ну, ты угадал? Да? Да, это дорогой, а то дешевый. Ну, это хорошо, что я не ошибся. Слушай, ну тут вообще начинка очень вкусно. Вкусно, да? Да. Пусть тебе не оставилось, я сажал. Я по половинкам же их порезала. А, ну ты молодец. Тебе еще есть, да? Да. Хорошо. Может, доедать. Сыпай. Но там вкуснее, да? Тут оно такое мягкое, что, опять... Тесто, да? Такое воздушное, наверное. Нет, по тесто я не определил, именно по шоколаду. Сейчас я хочу накормить Соню вот таким вот. Это дешевая, а это дорогая еда. Сейчас мы перекинем, и она попробует. Ну, на вид они совсем по-разному выглядят. В общем, это все убираем и зовем Соню. Можно? Да. Вы готовы? Все, убрал. Проходите, присаживайтесь, да? Все, садитесь. Ну как? Настроены? Надевайте маску. Сейчас. И Каси там бегает под столом. Что там делаешь, Касюнь? Собирает крошки, чипсы. Да. Так, в общем, все. Вы готовы, да? Готовы. Итак. Страна. Страна? Так. Вот еда. Раз. И вот еда. Да. Да. Так. О, тут я чувствую уже вилка или ложка. Да? Да. И тут. Ой, фу. Что? Да, ощущение. Вот так ложечкой, как будто это какой-то корм. Мягкий, кошачий. Но это не так. Фу, блин, что-то оно... Ой, оно неприятно пахнет. Да ладно. Не боюсь этого вробового. Надо, Соня. Жизнь, Сережа. Да не бойся. Ой, фу, так что рыбная. Да ничего страшного. Тередка какая-то? Да. Серстремных. Нет, Серстремных я бы почувала сразу, когда открыла дверь. Это ложка? Это? Или вилка? Не знаю. Давай пробуй. Я не могу этого, пробуй. Ну, попробуй другое. Другое. Пробуй вот эту вот тарелку. Я такое терпеть не могу, рыбное что-то. Тихо, тихо, тихо. Я не буду трогать пальцами. И как ощущение? Такое скользкость. Кася, не гавкай, пожалуйста. Ну, давайте. Сережа, не могу. Надо попробовать. Не бойтесь. Давайте. Не знаю, я не могу. Нужно. Ну, да, да. Я сейчас все плачко. Не плачь. Дай мне руку вытереть. Руку вытереть? Да, салфетку. Хорошо. Держи. Держи, держи. Покупала тебе все вкусное купила. Не, фу, об этом я не буду вытирать руку. Дай салфетку. Хорошо. Окей, сейчас дам салфетку. Ты все вкусное покупала? Да. Зачем ты купила какую-то даку? Для того, чтобы у тебя был хороший аппетит. Пошмар какой-то. Ну, попробуйте. Ой. Давай, давай, давай. Давай, давай. Да не бойся. Это съедобно. Давай. Кася, я согласна. Давай, давай, пробуй. Закинуй, не бойся. Это икра? Да? Это икра. И как? Какая-то икра, типа, не настоящая. Мне кажется. Фу. Мерзкая. Мерзкая? Угу. Невкусно? Угу. Тут, кстати, что так мало взяли? Я нежно вижу. Ну, а это икра. Так. Ну, если честно? Ну? Трудно сказать, потому что мне не нравится ни одно, ни второе. У меня слезы потекли, чтобы ты понимал. Маской. Потому что мне так не нравится. И все. Ну, как же, мне нужно сказать, что дорогое, если что дешевое? Да, да. Конечно. Блин, это сложно, реально. Потому что мне невкусно. Ну, попробуй еще. Не хочу. Я помню этот вкус ужасный. Но мне кажется, наверное, блин, я подумала, что это дешевое, это дорогое. Ну, так сложно сказать. Ну, все-таки, теперь я думаю, что вот это дорогое, а вот это дешевое. Нет, подожди, что я запуталась уже. Ну, попробуйте еще раз. Я не могу это пробовать. Чего? Ну, думайте, давайте. Ладно, хорошо. Нет, все. Это дешевое, потому что мне не понравился запах изначально, а это дорогое, правильно? Еще раз. Дешевое, дорогое. Ну, как? Ну, как так? Снимай маску. Ого! Ты положил столько икры так в тарелку, и это такое странно выглядело. Блин, это икра красная. Да. Почему она такая мерзкая была у меня? Ну, потому что вот это вот не настоящая икра. Вот это не настоящая икра. Не настоящая. А вот это настоящая. Да, ну, ты правильно угадала. Я сказала, дешевое, дорогое. Да. Но вот это пахло не так противно, как вот эта икра. Ты была сначала на правильном решении, потом уже неправильно мыслила. Я думаю, блин, ну ошибись. А ты все время угадываешь. По форме эта икра приятная. Когда ее, типа, берешь, вот пробуешь, она такая кругленькая, типа, каждая вот эта икринка, типа, приятная. И ты чувствула это, да? Да, чувствуешь. Но ее невозможно нормально раскусить, она какая-то такая, как желатиновая. А вот это просто, когда берешь, чувствуешь какое-то месиво, типа, неприятное. Но запаха противного такого, как здесь, не было. Ну да. Просто неприятно. Я думала, честно говоря, что это не икра, а что-то такое. Короче, вот эта стоит 20 гривен. Вот эта? Да. А вот эта вот стоит, что-то, 130. Блин, ну ты меня удивила, честно говоря, этой икрой, потому что я даже не думала, когда уже, конечно, потрогала ее, поняла. Но я думала, что это типа что-то такое намазка с икрой, знаешь, такие дорогие там. Тут я типа такого подумала. Тебе понравилось? Нет. Не понравилось? Нет, мне не понравилось, кстати. Хотя икру я красную люблю. Ну, вот эту еще можно съесть. Да, это можно. Ну, попробуй сейчас. Она тут, конечно, не очень такая, смотрю. Ну да, потому что она, походу, не хорошего сорта. Ну, теперь, когда я знаю, то есть тебе ее намного приятнее. Вот эту есть я точно больше не буду, и вам не советую. Да-да, это вообще непонятно, что с 3, в какой она банке была. Вот. Прикинь, вот это вот, это дешевая, а та, что подороже идет вот в такой. Ну да. Другой струй, даже состав, рыбный бульон. Да. Ничего себе. Ну, гадость ты мне подсунула, знаешь? Ну, вот так вот. Я надеюсь, что я немножко повкуснее приготовила. Короче, это все вкусное, чтоб ты понимал. Итак, смотрите, какую вкусняху я приготовила дальше, Сереже. После сладенького будет приятно покушать вот такое вот солененькое и остренькое. Это колбаса чоризо с салями. Значит, это колбаса с салями нашего производства. Она стоит где-то, ну, гривен 30, вот эта упаковочка, 80 грамм. И такая же чоризо экстра с салями, только это уже итальянская. Здесь грамм, по-моему, 100, и она стоит гривен 70, вот что-то где-то около этого района. Ну, честно говоря, мне кажется, что и та колбаса, и эта колбаса, она будет вкусная, просто по-разному. Тут именно интересный факт в том, что угадает ли он где дороже, а где дешевле. Я готов. Готов хорошо. Готов кушать или пить, что вы там приготовили вкусненькое. Раз. Так. И. Ага. Все, тарелки поданы, да? Все, можешь пробовать. Можно отрогать. Итак, оп, 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 оп. Так, это что, глубокая, нет? Какая-то вода. Ты что-то много налила, что ли? А ну по запаху стоп. Ты что, это что, колбаса? А я сразу думаю, что за запах? Ты что, там, сдит колбаса. Ну, если вздит. И та, и та, и там сдит, что ли? Ну, это такой не сильно большой запах, а тут прям она очень хорошо выделяется. Ну, пробуй. Давай с вот этой. Запах, конечно, у него так себе. Вкус она мягкая. Дорогая, мне кажется, колбаса. Приятная? Приятная, да. Даже очень приятная для колбаса. Так, ну запах, разве что понюхал, был так. Не очень, да? Да. У этой лучше запах? Ну, он такой, наверное, такой насыщенный. Угу. А я колбасу дешевую ем. Тут так что, меня тут не провести. Вот эта вот дешевая колбаса. Угу. А это дорогая. Я уверен, что это так, наверное. Угу. Ну, в общем, это точно. Остаточный мой ответ. Хорошо. Это дешевая, дорогая. Ага. Ну, открывай эту. Подождите, посмотри, не съешь все. Слушай, это какая-то тоже дорогая. Это дорогая, а это дешевле. Вот эта дешевле? Да. Это итальянская, вот это то, что ты ешь, большая, салями через, а вот эта салями через наше. Это той салями? Именно салями через, вот такая остринга. Она остринга? Капец, я думал, что вот эта вот, это какая-то такая здоровая, дешевая колбаса, знаешь? Ну, наоборот, они такие. Офигеть, я думал, что вот эта вот, она маленькая, типа хорошая. Угу. Захожу по дешевым магазинам. А что, они вкусные? Ну, я уже не знаю. Ты уже меня расстроила. Меня обманула. Я не обманывала тебя, это твои вкусовые рецепторы тебя обманули. Я в шоке. Я для Сони подготовил. Вот, это дорогая, а это дешевая еда. Так, в общем, это даже по цвету отличается. Смотрите. Вот эта вот такая, а эта вот, которая идет подешевле. Блин, дальше становится все страшнее, если честно. Почему? Ой, у меня аж занесло немного. Успокойтесь, все нормально. Почему? Потому что неожиданно. Ну что, надевайте маску. И вы готовы? Да. Покушать вкусно? Да. Да? Да, если это вкусно. Так, это вкусно. Давай. Так, в общем, это первая. А вот это вот вторая. Тарелочка глубокая. Так. Шипит. Да. Интересно. Ее как есть вообще? Руками или с тарелки пить? Можете с тарелки пить, можете есть. Ага. Можно и руками. Можно и руками. Интересно. А как я могу руками есть это, если это вода какая-то? Вы правы. Почему ты это не налил в чашку? Что вы ищете? Салфетку? Да. Ну, чуть-чуть не туда. Чуть-чуть в другую сторону. Вот, 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 вот там, да. Все, все, туда, тянись, тянись, еще чуть-чуть. Все, вы достали. Ну, шо? Зачем ты это налил в тарелке? Я хотел вам усложнить задачу, потому что вы слишком все угадываете. Ну, раз оно шипит, то какая-то газировка, сто процентов. Ну, что-то наподобие кока-колы, пепси. Так. Так, второе. Вот это вот пепси, да? Я не знаю, я сейчас попробую второе, подумаю. А, ну вот это второе мне нравится больше. Какое больше нравится? Вот только что я пробовала вот эта водичка. Кола. Скорее всего, это кола, а это что-то типа подобное на колу. Байкал какой-то или еще что-нибудь. Ну, хотя даже не Байкал. Какая-то дешевая кола и дорогая кола, правильно? Так, вот это с какой дорогая, покажите сейчас. Дорогая, дешевая. Не наоборот, соченье? Нет. Точно? Да. Вы точно, вы хорошо подумали? Да, ну давай я еще раз попробую. Попробуй еще раз, потом еще. Попробуйте. Нет, ну, это неплохо. Неплохо, да? Да. Ты так налил, знаешь, страшно не разлить еще. Так, 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 видите, все получается? Не, однозначно это лучше было первое. Ну, вот это, которое находится здесь. Это хорошее, это нет. Ну, и это верно. Снимайте маску. Посмотрите, как это все выглядит. Класс. Суп из Кока-Колы. Да. Ну, видно даже по цвету, что... По цвету видно, что... Это такое... Кока-Кола настоящая? Такое, да. А это какой-то такой... Вот, смотри, вот это такая Кока-Колка. Угу, обычная Кока-Кола, вообще, да? Ага. Ага, тут идет вот такая вот дешевая. Ничего себе, даже не видела такой. Ничего. Разумный выбор, это... Да. Сеть какого маркета? Угу. Парус? Того самого, да. Угу. Ну, тут все понятно, я думаю. И по цвету оно имеет значение. И по вкусу тоже. Молодец, да? Итак, в этот раз не так все интересно. Это просто плавленый сырочек. Вот такой, вот такой. Вот это у меня сырок подешевле. Премию. Такой вот обычной, просто дружбы. Я еще нарезала его такими небольшими кусочками. И сырок с винегара. Тоже, как бы, оригинальный вкус обычный. Похож на дружбу. Так же самое вот нарезала их. Чтобы все пройдет тик-топ, кажется, уже чуть ли не заснуло. Так, я готов. Вдеваемся. Давай. Вдеваемся. Так, ничего не видно. Нет, мне ничего не видно. Так. Так. Так, так, так. Ну, все. Угу. Я готов. Хорошо. Ну, блин, ты такой вкусный мне приготовила. Ну, блин, я как-то даже, если честно, я не думала, что они вкусные. Как-то все вкусные. Все, можешь пробовать. Даже не страшно уже брать. Но все равно все вкусное, скорее всего. Так, опять тарелки, опять эти неглубокие тарелки. Так, воды нету. Это не суп. Или... Есть какая-то вода? Да. Я не знаю, что он у тебя есть. Так это не шеет. Нет. Стоп. Что оно такое? Ого. Ого. Оно прилипло. Вот это, мне кажется, сыр. А то. А-а-а, все. Это, короче, плавленый сыр. А сразу я думал, что это вишни в каком-то сиропе. Да. Трогай, но так липнет, знаешь, как будто вишни какие-то сладкие. А, уже и запах сыра, кстати, скучно. А, так это не кусками сыр, это тоже плавленый. Плавленый. Капец. А я думал, что, когда уже трогал, я подумал, что это не плавленый сыр. Я думал, что это кусками нарезанный. Ну, я плавленый, нарезала кусками. Ну, ты молодец. Потому что тут куда есть выраженный вкус. Ну, тут. Угу. Слушай, да они два, более-менее. Да. Ну, походу. Вот здесь же среди них есть дешевый, да? Ну, подешевле, да. Ну, это сложно. Тебе прям такие задачи давешь? Среднячок чуть дороже и среднячок. Что-то так. Ну, из того ассортимента, что было, то это у меня, ну, дорого-дешево. Блин, ну, я не пойму, я просто не знаю, сыр. Вот этот он такой вот, ну, весь, как, ну, желез, знаешь. Ага. А этот более подтвердит жжай, бёрджа. Ну, я скажу, что по вкусу мне вот этот больше нравится. Вот этот? Вот этот. Ага. Ну, я думаю, что этот дровый. А этот дешевый. Понятно. Ну, открывай маску тогда, снимай. Угу. Сейчас, по виду, я так не определю, как он. Ты не определяешь? По виду не понять. Ну, ты проиграла. Что? Да не может быть. Ну, вот этот вот дешевый. Вот этот дешевый? Да. Ну, конечно, не такой, как ты мне дал. Как так? Ну, так. Это бюджетный, это дорогой. Ну, я всё понял. Нет, ты обманывай тебя. Никто тебя не обманывай. А ну, а как я мне уладываю, блядь? Давай, сооружи. Давай, быстро заходи. Итак, следующее, что мы дадим попробовать Серёжа, это вот такие вот вафельки, маленькие, квадратненькие. Я взяла наши артек, они такие со вкусом капучино, и итальянские, они как бы написано какао, но в принципе, ну, я думаю, вкус плюс-минус будет одинаковый. Посмотрим, угадает ли Серёжа, где подороже вафельки, а где подешевле. Такие стоят гривен 20, а вот эти в два раза дороже гривен 40 стоят. Тут самое интересное в том, что вот, которые подороже, они имеют форму такого маленького квадратика, а те, которые подешевле, наоборот, побольше. Я думаю, что это может ввести в заблуждение Серёжа. Посмотрим. У меня идти пробовать. Косюль не ставьте на пол. Ставим на пол и присаживайся. Раз, подождите, я ещё не одел. Оп, всё, одел. Я не смотрю ничего, не подглядываю. Хорошо подготовился. Что? Хорошо подготовился. Да, я готов. Хорошо. Конечно, если вы меня не будете в заблуждение заводить. Ну, слушай, такая игра. Одна тарелочка. Кстати, я думал о том, что вы можете с меня подсунуть. Думаю, что должно что-то уже питьевой быть. Потому что давно что ничего не пили. Так, ну что, есть? Можно трогать? Да. Короче, тарелка раз, тарелка два, что? Так, это твердая какая-то. Сахар? Да, не точно. Не. Какая-то кофейная. Можно пробовать? Конечно. А, нет, это сладкая. Это вафелька. Это вафелька. А я думал, что это кубики уже сахара. Да. Как можно кубики сахара отличить? Это шоколадная. Сарфисуса. Нет, шоколадная. Это вот у меня больше классики. Что похоже на классику. Какую классику? На стандартную вафельку. Ну, потрогай их, может, там. Ну да, эта более шершавая. Да, эта удара ровная. Вот эта, которую ты съел уже? Ага. Ну я прав? Нет. Как это нет? Это у нас поломанная. Ты ее откусил? Вы заблуждили меня? Ты ее откусил? И она пошкрябалась? Ну такая вафля. Ну, нет, это дорогая? Это дорогая вафля, а это дешевле. В два раза стоимость у них. Вот эта дороже, потому что она как бы на стандартную такую вафель похожа. Ну ты привык просто к такой. Копать. А эта типа импортная. Мне кажется, что она через свою маску подсматривает. В общем, сейчас будет очень сложно угадать. Стоит, по-моему, 36 гривен. Вот эта стоит 15 гривен. Я надеюсь, что она сейчас ошибется. И чтобы точно убедиться. Снимаю наклейки, чтобы она не определила, где какая. Смотри, дорогая, дешевая. Катя готова. А ты? Я тоже. Если ты сейчас опять угадаешь, то я не знаю. Что я с тобой сделаю. Ну тут прям задача сложная будет. Ну давай, я готова. Я надеюсь. Одевайте свою маску, да. Готовы? Готовы. Так, в общем, для вас показываю, что вы понимали, где что лежит. Вот так вот, ребят. И так мы и ставим. Короче, вот. Раз. И подождите, не спешите. К вам еще очередь не дошла. Оп и оп. Все? Судя по звукам, там какие-то ложки? Да. Стаканчики. Ага. Стаканчики. Ну да. Стаканчики. Все правильно. Ооо. Что это? Такое тягучее? Да, да, да. Так. Ну как вам? Запах очень странный. Так. Второй. Тут менее тягучее. По запаху мне напоминает это плавленый сыр. Плавленый сыр? Да. Ну давайте, пробуйте. Ммм. Это звущёнка. Да. А по запаху действительно как плавленый сыр. Ммм. Звущёнка. Ну плохая. Давайте я иду. Ммм. Вот это вообще вкусно. Какая? Вот это. Вот это вкусно? Угу. Да что же это такое? Ну, когда мы... Да что же это такое? Это дорогая. Видимо, дорогие реально в данном случае побеждают. Ну капец. Все, мы воткрыли. Да. Ты посмотри, тут даже не определить, где какая есть. Даже ты подглядывала. Видишь? Нет, я тебе говорю, что по вкусу это... Вот ты там не накапала, а тут подымалась. Я думаю, это капец. Ты ещё говоришь, что там какой-то напиток. Кстати, вот эта такая густая. И она не такая вкусная. А вот эта именно, вот ты её берёшь, и у неё сразу такой вкус сладкая. Такая прям вот... Крутая, да? Настоящий вкус гущёнки, да. Потому что здесь она такая как будто разбавленная. Хотя на консистенцию она более такая густая, чем эта. Да, так что получается, угадываешь ты всё. Ну получается, это не то, что я угадываю. Так она, наверное, и есть из тех продуктов, которые ты купил, что те, что дорогие, они реально вкуснее. Ну да, ну окей тогда, хорошо. Так, и на этот раз не менее сложная задача предстоит Сергею. Он должен будет угадать, где дорогой, а где дешёвый батончик. Такой вот из лаков. Такой вот есть батончик, который стоит 7 гривен. Вот так вот он выглядит, вполне аппетитно. Ну внизу у него ещё глазурь, семечки разные. Ну в общем, я думаю, что он в принципе вкусный. Есть вот такой батончик. Такой батончик стоит 30 гривен. Он прямо вот вообще такой натуральный-натуральный, веганский, там куча полезностей в нём. И вот я не знаю, насколько вкуснее батончик этот, чем этот. Я думаю, что этот вкуснее. Посмотрим, сможет ли он разобраться в этом. Где дороже, а где дешевле. Серёжа! Бежим кушать пьяшку. Катя бежит, но ей ничего не перепадёт. Перепадёт мне. Ну, так, всё. Так, давай. Я готов. Хорошо, давай. Так. Что же вы меня откладываете? Ой, кстати, я хочу посмотреть через повязку, не видно. Не поглядывайте. Не видно. не видно можешь пробовать можно да скажу сразу сложно будет сложно будет чтобы это не говорить сложно будет шкалад какой-то от этот выраженный такой запах запах чего заката шкалады такой это батальчик это батальки на ну да так ну такой себе этот батончик на что похож ну вот это непонятно наши на какие-то частички там что есть частички чего частички типа финикал сухофрукты вот так ну немножко горчит я даже думать не хочу ну давай натуральный на невкусный вкусный хороший дешевый но это дешевый это дорогой ну открывай я хочу сказать что угадал да ну да вот этот это такой веганский он там без сахара до без глютена хотя я уже делал это такой вкусный и вкусно он не полезный так как типа зарекомендовать по вкусу да и намного вкуснее дешевый ну да согласно было я понял что ты же мошенник я сейчас хочешь обмануть наконец-то ты меня раскусил концу игры да короче вот это вот был дорогой ну так себе не вкусно ну как сказать на любителя он даже горьковат немного но зато он откуда такой натуральный я вам скажу далее другом супермаркете было вот за 4 гривен килом 60 его 173 это были самые дорогие если бы были дороже я бы положил запомните да вы там играетесь пока я закладываю водичку садитесь еще там и водичку девайте маску неприятный запах так кассе водичку поставим и ты убирал чтобы не дай бог не наступить кассе на вот так и водички да да нагонялась да нагонялась одна старая ой-ой-ой-ой что такое что-то там такое холодное это сосиски правильно да правильно ты быстро все угадываешь такая сосиска большая-то маленькая ну что он начнет большой давай мешу не очень не очень пока не очень даже лучше поэтому возможно если сварить они еще имеют другой вкус куда-то ну да мы все равно пока могу сказать что вот это лучше я думаю что это дорогая это дешевая можно открывать да на вид можете посмотреть как они выглядят на вид да но они на вид обе какие-то себе такие розовые ну я думаю все равно да я была права что вот это хорошая дорогая это подешевле ну да вы правы ну вот видишь я говорила уже не один раз что сосисках толк я знаю какая я попробую дешево я чувствую этот вкус сразу туши дешевая но если можно ну есть то и можно однозначно но если сравнивать то это намного приятнее вкус попробую да но и да вот прожуй и попробуем попробуем я может быть и не угадал бы я сразу поняла что это может смотря на сколько у них разница в цене может небольшая поэтому да типа не сильно отличается но я отличаю чему ты молодец да теперь дадим сервисе это все запить вот такими вот прекрасными йогуртами это йогурт подешевле он стоит гривны 4 вот так вот он выглядит клубничный и йогурт который стоит по моему гривен 29 30 где-то так такой весь органический эко тоже клубничный вот смотрите как они отличаются по цветам это такой прям розовый розовый видно что там добавлен скорее всего какой-то краситель а этот такой более приглушенный цвет и видно даже какие-то частички косточек там ну в общем более натуральный йогурт выходи серёжа я на стороне побеждать ну давай попробуй все непонятно не поглядывай и так первое сейчас подожди жду-жду-жду я же никуда не беру кстати когда открываешь глаза то по бокам светится свет и все ну не поглядывай как бы не хотел все давай все можно да и так опять все в тарелках а не в тарелках два стакана значит это пить наверное вода когда очередь у холодная а то йогурт и такое все вкусное подготовила сейчас попробуем кислый кислый вкусе и вы приятный вкус не и сладенький но знаете я уже понял как вы работаете я уже понял как с вами надо работать сладенький вкусный значит он не полезный и дешевый а вот это значит дорогой потому что он густоватый дорогой дешевый ну да правильно ты угадал кстати а по виду пострее не похоже конечно большая разница вот этот который дешевый 10 гривен а вот этот 30 кислый натуральный ну более натуральный там чем это так и в итоге сколько я угадал больше проиграл чем я потому что я все угадала ты не так у меня просто было шесть ингредиентов у тебя было 8 ну что и сколько не угадал два не больше точно больше до ну ты не угадал батончик батончик югде не угадал а я почти 4 угадал С восьми угадал только четыре, а ты с шестью угадала? Все. Шесть? Да. Ну ты гений. Так, в общем, ребят, с ней вообще бесполезно соревноваться. Хотя можно Соню поставить с кем-то. Можете предлагать в комментариях. Либо предлагайте новые интересные другие идеи. Иди сюда, иди, попрощайся с подписчиками. Вот. Пока. Все, до новых встреч. На, йогурта дорогого попей, а я дешевый. За вас, за ваше здоровье. И правда он не такой вкусный, как вот этот, да? А вот этот попробуй. Я же тебе говорю. Это такой, знаешь, сладенький, такой вкусненький. Искусственный вкус, а это такой натуральный вкус. Дорого не всегда вкусно. Дешево тоже. Но дорого бывает полезно. Судя по твоим товарам. Товарам. В общем, ребятки, пишите в комментариях, за кого вы были. И всем до новых встреч, пока. Можете еще подписаться на наш инстаграм. Ссылки будут вот здесь на экране. И в описании. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Там, блин, рожа у нас была вот так. Да? А что ты не могла... Ну я же как-то так бежала.